Однажды утром в организацию, занимающуюся помощью животным, поступил звонок. Люди, прогуливающиеся по парку, заметили собаку, привязанную к скамейке. Она агрессивно реагировала на всех, кто проходил мимо рычала, лаяла и дергала цепочку. Но это все же лучше, чем поступить так, как поступила хозяйка пса из этой статьи. Когда сотрудники приехали в парк, то увидели молодого пса в абсолютно потерянном состоянии. Бедняга не понимал, что происходит, и рычал на всех приближающихся. Рядом лежала записка, прижатая камнем. Когда сотрудники прочли записку, стало понятно, что ее писал ребенок. В ней он объяснил, что очень любит пса Макса, но не может смотреть, как он мучается. В записке было сказано, что родители ненавидят пса, и ужасно с ним обращаются. Ребенок попросил усыновить песика и хорошо заботиться о нем, ведь сам он этого сделать не может. Сотрудники организации провели в парке более двух часов, пытаясь расположить пса к себе, чтобы можно было отправить беднягу в приют. Не обошлось без помощи кинолога, который объяснил, что песик очень напуган. Он еще не понимал, что его бросили, поэтому не подпускал никого к скамейке, считая, что его оставили охранять это место. В приюте было решено сменить щенку кличку, чтобы жизнь его началась заново. Теперь пса зовут Бостон. Это совсем молодой и вовсе не агрессивный пес. У него были небольшие проблемы с восприятием людей, поэтому с ним занимается кинолог. В приюте считают, что Бостону необходим добрый, понимающий хозяин, который будет спокойно относиться к осторожности своего нового питомца. Лучше всего, если в семье будут собаки, тогда щенок легко вольется в их привычный уклад жизни. К сожалению, случаи оставления собак с записками участились. Конечно, ребенку сложно сделать что-то еще, но взрослые могут найти добрые руки для щенка, позвонить заводчику, у которого брали щенка, или в конце концов прийти в приют самостоятельно. Это все же лучше, чем оставлять щенка на улице, где неизвестно, что может с ним произойти, пока об этом узнают волонтеры. Как считаете, маленький хозяин правильно поступил с питомцем, или был другой выход из сложившейся ситуации? Напишите свои мысли в комментариях.